Всем привет! Вы находитесь на канале Рем.Инфострой. Армирование плитного фундамента – зачем проводится выбор ароматуры, схема армирования, этапы работ. Монолитные плитные фундаменты обустраиваются на грунтах, имеющих плохие несущие характеристики, а также подходят для местностей с высоким уровнем грунтовых вод. Армирование плиты перекрытия фундамента – это обязательный этап работ, выполняемый непосредственно перед заливкой основания бетоном. Армирование обеспечивает создание надежной опоры, способной противостоять разнонаправленным нагрузкам. Если чистый бетон хорошо выдерживает сжатие, то арматура помогает ему справляться с силами растяжения и кручения. Необходимое количество материала примерно можно определить с помощью калькулятора арматуры для монолитной плиты, но окончательные расчеты должны делать специалисты. Зачем производить армирование? В основу фундамента входит бетон, который способен выдержать сжатие, но при этом имеет низкую прочность при изгибах и растяжениях. При постройке здания на бетонном основании нагрузка по нему будет распределена неравномерно. Это способствует возникновению изгибающих моментов. Данная особенность очень опасна для бетонных конструкций, поэтому установка арматуры или армирующих сеток призвана нейтрализовать негативное влияние этих сил. Сочетание бетона, который принимает на себя сжимающие нагрузки с арматурой, воспринимающие изгибы обеспечит надежность конструкции. На заметку, чтобы усилить конструкцию потребуется арматура из стали, которую необходимо объединить в жесткий каркас. Армирование стены из бетона таким способом повысит прочностные характеристики основания, увеличит эксплуатационные сроки постройки. Технология возведения фундамента Надежность монолитного основания зависит от качества бетонной смеси и грамотного выполнения усиления. Армирование плитного фундамента – это очень ответственный и сложный процесс, который выполняется непосредственно перед заливкой фундамента. Полностью все работы по изготовлению бетонного основания производят по таким этапам. Очищается площадка и производится разметка. Выкапывается котлован нужного размера. Формируют дренажную систему, засыпают и уплотняют основы из песка с гравием. Укладывают гидроизоляцию, собирают и фиксируют опалубку. Устанавливают арматорный каркас и производят армирование основания. Конструкцию заливают бетоном. Действующие нормы регламентируют схемы обвязки монолитных фундаментов, которые применяют для постройки различных зданий. Усиленные бетонные основания стальными прутками – залог надежности будущей конструкции. Прокладка арматуры улучшит такие характеристики фундамента. Усиливает прочность монолитного основания. Дает способность воспринимать повышенные нагрузки. Предотвращает риски усадки постройки, которые связаны с недостаточной прочностью основ. Не допускает деформацию монолитного бетонного основания под воздействием негативных факторов высокого уровня грунтовых вод. Схема армирования Когда выполняется армирование плитного фундамента, схема расположения арматуры должна составляться строго по технологии. Кроме того, схемы армирования монолитной плиты перекрытия фундамента при необходимости предполагают неравномерный порядок размещения прутков. Участки, где планируется возведение несущих перегородок и колонн, дополнительно усиливаются. Такие места называют зонами продавливания, арматуру укладывают в один слой при толщине железобетонной плиты 15 см и меньше. Если план монолитного фундамента предполагает величину слоя больше 15 см, рекомендуется производить армирование каркасами. Для плитно-свайного фундамента расчеты нужно производить отдельно в зависимости от расположения и материала свай. В любом случае, чтобы правильно выполнить армирование фундаментной плиты, чертеж надо составлять на основании тщательных предварительных расчетов. Основные параметры плиты Рассмотрим на примере основные узлы конструкции. На схеме изображена сетка с постоянными размерами ячеек. Расстояние между прутками должно быть одинаковым. С расчетом нагрузок шаги прутьев делают через каждые 20-40 см. Для построек из кирпича подходит 20 см, а для легких каркасных домов допускается делать кладку арматуры реже. В любом случае, по строительным правилам из пункта про бетонные и железобетонные конструкции указано, что расстояние между прутьями не должно превышать толщину основания в 1,5 раза. Распространенный метод кладки в два ряда. Их совместное действие будет обеспечено монтажом вертикальных стержней. Отступы между такими прутами должны равняться шагам основной стальной конструкции. Также допускается в два раза больше расстояния. По правилам плиту перекрытия на торцах следует армировать с п-образными хомутами, длина которых должна равняться двум толщинам основания и более, а ввязка стержней должна охватить верхние и нижние ряды. Такая методика обеспечивает надежное восприятие крутящих моментов у края фундаментной основы и позволит произвести анкировку концов продольных прутков. Это важно. Всю армирующую конструкцию следует утопить в бетонный раствор примерно на 2-3 см со всех сторон внизу вверху с боков. В противном случае происходит ускоренный процесс коррозии арматуры. Это впоследствии приведет к разрушению конструкции. Зоны продавливания В местах, где об фундамент будут опираться несущие вертикальные конструкции, раскладку следует производить, уменьшив шаги армирования. В случае, когда по основной ширине плиты арматура укладывается через 20 см, значит под перегородками следует перейти на расстояние в 10 см. Такой метод позволяет предупредить возникновение продавливания и образование трещин. Если зона сопряжения совпадает с монолитной стеной подвала, глубина загладки будет производиться в соответствии с высотой планируемого помещения. В таком варианте работы ведутся с привязкой основания к стенам. При армировании фундаментов рекомендуется производить совместную обвязку каркасов монолитных стен и плиты. Во время заливки фундаментного основания нужно оставить части вертикальных стержней, которые послужат связующими звеньями. Эти концы запускают в основу, производят загиб края примерно на две части высоты плиты. После осуществляют привязку к основной части каркаса. Чтобы произвести грамотный расчет стройматериалов и армирование плитного фундамента, понадобится схема и чертеж. Должны быть внесены данные о шагах между рядами арматуры и ее диаметр. Какую арматуру лучше выбрать? Стальная арматура изготавливается соответственно ГОСТу 5781-82 с различными типами профиля. Для железобетонных монолитных плит перекрытия используют стержень класса А400. Пруты имеют визуальные отличительные особенности, а именно А240 – изделие с гладкой поверхностью. А300 имеет на поверхности периодический профиль с кольцевым узором. А400 имеет серповидный узор на профиле в форме елочки. Важно использовать арматуру низких категорий недопустимо. Методика изготовления армирующей сетки и каркаса Существует два варианта соединения прутков между собой – связывание и сварка. При методике связывания применяют проволоку с диаметром 2-3 мм. Обмотка происходит вручную либо при помощи специального оборудования, которое помогает сделать обмотку вокруг стержней. Этот вариант трудоемкий, но обеспечит надежный соединение. Готовые сварные сетки монтировать быстрее и проще, чем при методике связывания. Единственный минус – это трудность, возникающая при подборе необходимого типа размера. При применении сварочного аппарата рекомендуется в важных зонах, угол постройки и прочие участки, где массивные стены будут создавать нагрузку на конструкцию. Арматуру следует в обязательном порядке соединить проволокой. Метод сварки применяется в редких случаях, так как главный недостаток такого варианта – жесткое и неподвижное соединение. Это плохо сказывается на качестве монолитного фундамента. При сваривании металлические элементы расплавляются, после чего снижается показатель прочности арматурных элементов. Работы по укладке арматуры При укладке армирующей конструкции в опалубку следует рассчитывать все так, чтобы все стержни после заливки были покрыты защитным бетонным слоем в 2-3 см. Для соблюдения необходимого расстояния используют специальные пластиковые фиксирующие элементы – металлические, лягушки или стульчики. В случае, когда длина прута короче, чем вся ширина фундамента, делают нахлёст не менее 40 диаметров рабочих стержней. Например, для прута 1,2 см рекомендованный нахлёст 48 см. Армирование монолитного фундамента в предварительно подготовленном при ямке сократит продолжительность работ и поможет без сложностей произвести укладку непосредственно на месте. Минусом такого монтажа являются риски повреждения уложенной уплотнённой подушки и гидроизоляционного материала. Укладку каркаса лучше проводить в таком порядке. Собранный нижний пояс укладывают на подпорки. Устанавливают поперечные прутки. Собирают верхнюю часть конструкции методом связывания проволокой. Соединяют стойкий и верхний пояс. Как рассчитать диаметр арматуры? При армировании плитного фундамента даже по схемам можно сделать примерные расчёты материала. Общую площадь соединения арматуры для монолитного основания в одном направлении берут не менее 0,3% от общих показателей сечения фундамента. Если длина стороны плиты меньше 3 м, подойдёт диаметр стержня – 1 см. При большей длине – 1,2 см. Вертикальные прутки должны быть не менее 6 см. Максимальные размеры изделий – 4 см. В практическом применении используют 1,2-1,4-1,6 см. Пример расчёта. В исходных данных указана железобетонная поверхность 8 на 8 м. Рекомендованный шаг для частных домов – 20 см. В данном примере не рассматривается усиление зон, где будут расположены несущие стены. Для определения диаметра следует учитывать, что укладка будет производиться в два ряда, потому что толщина конструкции превышает 15 см. Расчёт нужной площади металлических стержней производит по такой последовательности. Вычисление площади поперечного сечения фундаментного основания 8 м умноженное на 0,2 м равно 1,6 м2. Расчёт о минимальной площади всего арматорного материала 1,6 м умноженное на 0,3% равно 0,0048 м2. Показатели для минимальной площади арматуры одно направление 1 ряд 48 см квадратных разделить на 2 равно 24 см квадратных. Для того чтобы правильно рассчитать количество стройматериалов, рекомендуется использовать схему. При вычислении длины прутков также следует учесть толщину бетонного слоя, предназначенного для защиты 2-3 см с двух сторон. Допустимый нахлёст. Вертикальное армирование. Количество стержней для П-образных хомутов. Ошибки при монтаже армирующей конструкции Даже мелкие недочёты могут повлечь в разрушение фундамента или привести к усложнению процесса бетонирования. Распространены ошибки при создании каркаса и как их избежать. Стержни, соединенные в стык, приведут в потере прочности каркасной конструкции. При монтаже армирующего каркаса прутья расположены в непосредственной близости к грунту, либо воткнуты в него. Когда произойдет подвижка почвы, арматура врежется в грунт и при таком взаимодействии образуется коррозия металла, а это в свою очередь снизит прочность всего основания. Несоблюдение рекомендаций по расположению арматуры влечет за собой разрушение плиты. Если у торцов стержней нет защитного покрытия, под влиянием влаги из бетонной смеси образуется коррозия изделий. Особое внимание следует уделять правильному армированию в углах постройки и в зонах под несущей стеной. Установка каркаса была произведена на деревянные бруски или прочие неподходящие элементы. Это грубая ошибка. Использовать нужно только специальные фиксаторы. В противоположном случае влага проникает к металлическим частям, что в свою очередь приведет к нарушению целостности бетонной основы. Заключение От правильного выполнения армирования плитного фундамента зависит прочность и длительность срока эксплуатации всего основания вашего дома. Поэтому все расчеты подготовительной и монтажной работы должны выполняться профессионалами, которые не просто сделают все быстро и качественно, но и дадут на свою работу гарантию. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.